Мы сегодня будем говорить об юго-восточном округе города Москва. Поговорим с Маратом Куснулиным о том, как он будет развивать этот округ. Что тут происходит, вы можете сами посмотреть. Баланс, баланс, везде баланс. Всем привет! Это видеоблог «Хочу квартиру» и я, Никита Журавлев, который рассказывает вам о всем, что происходит в мире новостроек города Москва. И для того, чтобы вам сделать хороший контент, видеосюжет, вам дать информацию, нам приходится приезжать в субботу на стройку. И на стройке смотреть, как проходят процессы развития города Москва. И сегодня будет выпуск посвящен юго-восточному административному округу. Мы посмотрим, как развивается транспортная инфраструктура, что здесь создается и как он будет выглядеть в будущем. И, кстати, стало уже хорошей традицией рассказывать о развитии округов в Москве от первого лица, от главного строителя. Мы уже рассказывали, вот здесь вот можете посмотреть о северо-западном административном округе. Можете посмотреть вот здесь вот в подсказочках. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, будет жарко. Мы сегодня будем говорить об юго-восточном округе города Москва. Поговорим с Маратом Куснулиным о том, как он будет развивать этот округ и что будет происходить с транспортной инфраструктурой. И мы сегодня находимся на транспортно-пересадочном узле Нижегородка. Что тут происходит, вы можете сами посмотреть. Тут тройка. Мараш Кензин, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня хотел поговорить о Юго-Востоке. Юго-Восток Москвы всегда считался таким не депрессивным, а очень сложно проезжаемым, постоянной пробки, Рязанка, Волгоградка. Что сейчас происходит в направлении транспортной инфраструктуры этого округа? Вообще, я хочу сказать, что Юго-Восток у нас кардинально меняется. Вы очень правильно сказали, что проблема Юго-Востока была первая – плохая транспортная обеспеченность. Одна линия метро, одна линия железной дороги, которая сильно перегружена. У нас Таганско-Краснопринанская линия, которая здесь проходит, она работает за пределом своей пропускной способности. Конечно же, плохая транспортная обеспеченность не давала развиваться территорию вокруг. Но и второй, конечно, фактор, влияющий на данную территорию, это большое количество промзон, которые были не обустроены, не застроены и в плохом состоянии. Мы, последние годы, занимаясь нашей транспортной стратегией, сделали большой упор на развитие Юго-Востока и восточной части города. Ну, во-первых, Рязанский проспект был реконструирован, Волгоградский проспект был реконструирован, построена вот эта новая линия метро, сейчас Некрасовская, которая уже половина введена, вторая половина будет введена в ближайшие месяцы. Активно очень развиваем московский центральный диаметр. Здесь МЦД-3, это Казанское направление железной дороги, Горьковское направление интегрировано с метро, с дорогами. Строим Юго-Восточную Хорду. Самый главный вопрос. Как сегодня Юго-Восток развести на Северо-Восточную Хорду и развести на Северо-Западную Хорду вместе с Южной Ракадой. Да, это вообще там. Мы сейчас находимся на станции Рязанская, например, и вот отсюда, где мы прямо здесь находимся, будет проходить участок Юго-Восточной Хорды, который выйдет напрямую на третье транспортное кольцо. Два километра проложив эстакады прямо вот в этом месте, где мы находимся, мы выйдем на Юго-Восточную Хорду и жители Юго-Востока смогут выехать на эту Хорду, либо уехать на запад, либо уехать на юг, либо уехать в центр. Но и сама смогут уехать на метро, на двух линиях метро и на двух линиях железной дороги. Юго-Восточный административный округ всегда считался промышленной зоной, и здесь не всегда было комфортно жить. Здесь самое дешевое жилье было, и оно было не очень популярно. Здесь была куча производств, постоянные пробки на Нижегородке, на Рязанке, на энтузиастов было не проехать. Но сегодня немножко все меняется. Промышленные зоны уходят во вчера, или как сказать правильно. Но основная история в том, что на этих территориях строятся новые жилые комплексы, такие как жилой комплекс «Среда», «Символ», «Люблинский парк». Очень много проектов застраивают в Юго-Восточном административном Украине. Жилой комплекс «Домашний», «Огни» и, конечно, уже ставший мемом и всеми любимый квартал 2119. Это в первой очереди панели, а сейчас там «Монолит», и там сейчас санкции против жителей, покупателей. Напомню вам, если вы не смотрели этот сюжет, то вот здесь подсказочка, посмотрите обязательно. Это же новое метро, это Огская, Некрасовка, когда поедут эти линии? От Некрасовки до Косино мы уже поехали тем самым, да, жителям района Косино и Некрасовка возможность пересаживаться на Таганскую-Краснопрестенскую линию в районе Лермонтовского проспекта. А вот участок, это уже следующая станция после Косино, это Юго-Восточная, Ферганская, это станция Огская, станция Стахановская, станция Нижегородская, это участки не Некрасовской линии и плюс две линии, это авиамоторная и Лефортово, это уже участки большой кольцевой линии. Они поедут, я надеюсь, крайний срок, но вот конец этого года, максимум начало следующего года. Будем ждать. Уже люди на метро могут быстро проехать, расстояние больше 20 км. С транспортной инфраструктурой понятно, здесь все полетит, все поедет, вопрос здесь с промышленными зонами, которые большой участок занимает Юго-Восток. Как они развиваются? Вот яркий пример развития прямо в этой зоне, это участок Грай-Вороново, микрорайон, который был такой достаточно в запустении. Сейчас здесь строятся очень современные жилые дома и рабочие места, и в принципе уже сдано более 300 тысяч квадратных метров недвижимости. Конечно, развитие линии метро, оно как бы сподвигло к развитию всей инфраструктуры вокруг. Я могу сказать, что на рубль, вложенный бюджетным средством денег, 3 рубля приходят вне бюджетных инвестиций. И в результате мы с 4 рублей получаем налоги. А налоги сегодня от горостроительной деятельности в Москве, они составляют 17%. А это позволяет нам опять-таки вкладывать деньги и в транспорт, и в социальные программы. Спасибо огромное. Спасибо. В целом Юго-Восточный округ превращается в нормальный жилой район, где будет развиваться пространство, городская среда, все для жизни, транспортная инфраструктура, новые ветки метро, новые станции метро, транспортно-пересадочные узлы. И все делается для того, чтобы этот округ стал комфортным для жизни. Чтобы это была городская среда, комфортная для нас с вами. Сегодня мы с вами поговорим об одном из жилых комплексов Юго-Восточного административного округа, который называется «Баланс». Сбалансируемся в Юго-Восточном округе! Жилые кварталы «Баланс» находятся в Юго-Восточном округе. На территории огромнейший строится. Это один из новых проектов. Он уже год на рынке существует, но все равно довольно молодой. И мы сегодня будем разбираться, что за концепции, что там есть, что там нет, что они вообще предлагают и интересно ли заходить в эти кварталы. И у меня еще один вопрос – почему «Баланс»? Баланс, баланс, везде баланс. Узнаем, что такое за баланс. Здравствуйте. – Здрасьте. – Я Никита. – Меня зовут также Никита. Очень приятно. – У нас сегодня будут два Никита. Я пока разденусь. Здесь есть удобные вешалочки при офисе в продаж. Раз! – Нашли нас быстро. Они, конечно, спрятаны в кустиках, но довольно хорошо, что есть Яндекс.Навигатор. Мы сейчас уже наслушались о транспортной инфраструктуре, что здесь будет. Это, конечно, очень сильно. Здесь как раз пройдет Омское метро. Вот эта ветка, которая в Некрасовку идет, она разгрузит все это дело. Никита, давай поболтаем. Во-первых, почему «Баланс»? – Когда мы думали об этом проекте, мы просто думали о людях и о том, что им важно в новом мире, какую жилье они хотят увидеть. И мы поняли, что всем и нужно все, и кому-то нужно что-то каждое, индивидуальное. В связи с этим поняли, что в проекте должно находиться все, что, в принципе, есть сейчас на рынке, потому что всем этим человек будет пользоваться, который будет жить. И поэтому мы наполнили этот проект таким образом, чтобы каждый нашел в нем что-то свое, что-то индивидуальное. И в этом есть, собственно говоря, баланс покупателя, в этом есть, собственно говоря, баланс, как наш проект. Баланс, баланс, везде баланс. Внутреннее содержание, сколько территория, что здесь будет, сколько корпусов, расскажи, где очереди и так далее. Вся территория составляет 35 гектар. Она будет происходить от улицы Окской со стороны Рязанского проспекта и 2-го Визовского проезда. Будет 4 очереди – жилых и одна коммерческая. То есть это будет 1-я очередь, которая сейчас в продажах, 2-я, 3-я, 4-я и коммерческое помещение. Это будет торговый центр, либо его какой-то определенный формат. Все эти 4 очереди будут объединять единая парковая зона, которая будет происходить от Рязанского проспекта и до проектируемая. То есть на всей территории этого кластера будет единая общая концепция в виде парковой зоны. А вот это будет проезд, вас знает, да? Это будет не улица, это будет не проезд, это будет единая парковая пешеходная зона. Расстояние от начала до конца – это порядка километров. Сейчас в продаже, так понимаю, в первую очередь. Какая там высотность, сколько квартир, что там вообще по содержанию? Первую очередь у нас состоит из трех корпусов – первого, второго, третьего. По высотности минимальные этажи – это по 10, максимальные – это 30. Всего порядка 850 квартир. Это монолит, это вентилируемые фасады и клинкерный камень. Это вот клинкерный фасад? Да, совершенно верно. Мы уже ищем подрядчика, и вот уже нам модели приносятся, пока что остановились на таком формате. Слушай, ну а на столько клинкера уже, вообще просто все в клинкере, все в клинкере? Это маневерируем тем, что здесь дизайн, то есть у нас будет низкоэтажная секция будет из клинкера, а высокоэтажная секция будет уже из анодированного алюминия сделана. А что это такое? Это на монолит, на каркас монолит? На каркас монолит будет монтироваться такой же вентилируемый фасад с утеплением, и уже финальная лицевая часть – это будет анодированным алюминием. Почему анодированным? Чтобы он не ржавел и не был подвержен осадкам. А у вас же на береговой тоже такая? Совершенно верно. Там можно, собственно говоря, ручками потрогать? Да, и визуально посмотреть. Сколько машин и мест? На первую очередь у нас порядка 450 машин и мест. 450-я квартира? 870, то есть коэффициент 0,47. В этом доме мы предусмотрели, помимо подземного парка, еще две другие концепции, которые уже у нас трендовые по рынку идут, за которыми, как мы считаем, будущее. В подземной парковке у нас еще будет машин и места под аренду. Ваши? Да. Вы оставляете себе часть машин? Когда к вам приехал друг и знакомый, да, ему не нужно будет искать машинное место во дворе, где-то вокруг дома. Он спокойно заезжает в ваш же дом, платит под часовую оплату. Костевой такой прикольный. Совершенно верно. Это первая история. Вторая история – мы уже будем предусматривать розетки под электрокары и третий момент – оставляем часть парковочных мест под каршеринг. Ну да, я думал, что через 5 лет вообще никто не будет на машинах ездить и на каршеринге, на велосипедах. Прикольно. В этом доме это уже будет. В первую очередь когда заканчивается? В 2021 году, в третьем квартале уже получите ключи и уже можно заселяться. Все квартиры сдаются с отделкой. Вообще все с отделкой? Все квартиры с отделкой. В этом есть наша концепция, чтобы не пачкали лифты, чтобы были чистые подъезды, чтобы не шумели вокруг, когда вы заедете домой. А есть пример готовой отделки? Дополнительно мы уже для себя, естественно, сделали информационные стенды с отделочными материалами, которые будут использованы. То есть, мы их уже сейчас можем показать, уже можно посмотреть. Шоурум будет, он сейчас уже в работе, он уже находится на стадии концепции, он будет большой, красивый и там уже все будет отставлен. Что за материалы используются? Что это вообще за фирмы? Что за производитель? В сегодняшний день представляем, если это будет ламинат 33 класса, плитка это будет керамо-марацци бизнес-класса, ламинат, то это будет фирма Балтерио. То есть, постарались сделать так, чтобы это было полезно для будущего жильца. Старались сразу продумать бытовые вещи, которыми человек будет непосредственно пользоваться вживую и будет их чувствовать на себе руками. Мокрые точки, то сантехникум витру. Если ванна, то будет бета. Если это будут стены, то это тоже будет керамо-марацци и под покраску. Я могу выбрать дешевый или дорогой? У нас не будет недешевого, у нас не будет дорогое, у нас все будет качественное и хорошее. У нас будет два типа по цвету – световая отделка и темная отделка. Скажи, я не вижу здесь корзины под кондиционер. Что с этим? Корзины кондиционера специально убрали, начали сделать в этом доме хороший фасад, красивый, долговечный, поэтому мы здесь в этом доме сделали центральное кондиционирование. Красавчики, это же дорого. Дорого, но зато это очень полезно, это улучшает качество дома. Давай планировочки посмотрим. Бумажные планировки уже не нужны. Вчерашний ветвь. Давай посмотрим, что у вас есть из планировочек 30 метров. Вы сделали однушку с двумя окнами и полноценная со спальней? Отдельная спальня, кухня, гостиная. Также мы еще можем найти варианты. Тот же самый функционал, но плюс 2 малоприточки. То есть, в одном месте вам туалет, в другом месте туалет. Зачем столько много? Это же определенное качество жизни. Допустим, живет муж с женой, жена утром красится в одном месте, а ты пошел в другой. 6 миллионов, однушка с отделкой, с двумя окнами, минимальная лота. Ты хотел себе квартиру, вот тебе квартира с отделкой. Мне 29 на 30. Раз нажал и все, у тебя не надо вот эти червяшные деньги. Слушай, тут бюджетик уже, конечно, не очень помещаешься. 7400. Слушай, вы в 42 метра поселили две спальни? Две спальни и кухня-гостиная отдельная. Совершенно верно. В нашем доме нет евроформата, мы от него полностью отказались. Если у нас двухкомнатная квартира, это полноценная двухкомнатная квартира. Две отдельно изолированные спальни и кухня-гостиная. То есть, кухня-гостиная у тебя получается примерно 14 метров? 14-20 квадратных метров, да. Формат уже разный. Как вы поместили-то сюда все? Но при этом у нас маленькие коридоры, площади все функциональные. Молодцы, когда знаешь коридоры, зачем вообще? Кто придумал коридоры? Слушай, у вас тут панорамные окна? Есть такие, их уже можно посмотреть вживую. Вот у нас они тут представлены на улице. О, прикольно. Подожди, это в квартире будет такие? В квартире будет именно такое окно, как вы видите здесь. И в той однушке вот таких вот два окна. 28-9 метров будет именно такое окно. Вот ты купишь такую квартиру, как ты будешь окна мыть? В компаниях будет мыть два раза в год, как минимум. Если вдруг уж сильно загрязняться по каким-то определенным причинам, можно показать, как суперробота нашего. И именно с помощью него можно мыть эти окна снаружи. А как он попадет наружу? Через форточку его наружу высаживаем, с той стороны прикрепляем. В дальнейшем он уже сам по всему окну ездит. У него есть датчики определенные, которые уже по углам уже стабилизируют. Подожди, подожди, подожди. А если он упадет, субака? Чтобы не упал. Но тех людей, кто снизу, есть специальное крепление внутрь, которое ставится. И если вдруг он падает, но чего тоже исключено, то это его страхующий элемент он есть. Для чего технологии дошли? Технологии. В этом и есть наш баланс. А давайте проведем эксперимент. Проверим, насколько оно крепкое. Можно стулом бросить? Да я думаю, что можно. Хайпанем с улицы. Мы сейчас с Маратом Ильичем говорили о комфортной городской среде. Что здесь будет такого уникального благоустройства? Чем будет отличаться от других комплексов? Во-первых, здесь будет хорошая инфраструктура для детей. Здесь будут две школы. Здесь будет три детских садика. Даже четыре. И это будут муниципальные сады. Второе. При школе будет свое футбольное поле. И Джордан подходит и уходит. Будет место и площадки, где можно будет прыгать в пинг-понг. Будут европейские детские площадки с множеством игровых зон, канатов, веревочных историй. То есть дети будут всегда развиваться. Ну и также это йога, танцевальные студии, танцевальные площадки. Все это тоже у нас будет. Ну вот пока мы с тобой не научимся играть кучу времени. Не играл со школы. А кто разрабатывает концепцию? Концепцию благоустройства разрабатывает компания Ортеза. А что касается давно не играл в баскетбол, в этом и есть смысл нашего проекта, что теперь у людей, которые здесь будут жить, у них теперь будет время, чтобы поиграть в баскетбол. Пойдем проверим твои окна, насколько они прочные и проведем тест-драйв. У нас сегодня уникальная возможность. Мы будем тестировать окна. Все знают, что, по крайней мере, на нижних этажах многие дети играют и бьют мячом окно. Смотрите, какое огромное окно, которое будет в квартире стоять. Вот это вот огромное окно. И мы сейчас проверим, насколько оно крепкое. Можно его разбить или нет. Главное, чтобы не улетел в меня мяч. Они специально сделали, чтобы мяч улетел в меня. Никита, ты, главное, не переживай. Если с тобой что-то случится, на территории будет поликлиника взрослая и детская. Ну, а пока ее нету, я буду ждать, когда вы ее построите. Итак, внимание, мы начинаем уникальный тест-драйв окон. Баскетбольный мячик настоящий. Это окно в квартиру. И мы сейчас узнаем, насколько оно крепкое. Не трещин, ничего. Ничего. Прикольно. Слушайте, можно сказать, что окна злого квартала Баланс проверены. Крепкие, надежные, уверенные, панорамные. Что это за территория? Что здесь было? Какое производство? Мы сейчас уже находимся на территории жилого комплекса Баланса. То есть мы сидим именно на будущем жилом доме, который здесь будет построен. Раньше здесь был комбинат железобетонных конструкций. То есть получилось так. Вначале на этой территории строили дома. И здесь, соответственно, были цеха, где соединялись песок, щебень. Делались панели. А, здесь ДСК, что ли, было? Да. Когда вся эта тройка закончится? Какой год? К 25-му. Все, целиком и полностью. Все жилье. Первая очередь, 21-й год. Вторая очередь. Пока планируем 22-й. Спасибо тебе огромное. Будем наблюдать, как это все выстраивается. С точки зрения инвестиций, мы с тобой посмотрели однушку, которая стоит 6 сейчас, да? По твоим предположениям, 21-й год, через полтора года она на сколько вырастет? Я думаю, на миллион вырастет. На миллион? Плюс миллион даст, да? Семерку. Мне нравится то, что у вас все с отделкой. А вы будете на вторую, третью очередь все с отделкой, Филисович? Все будет с отделкой, да. Также в будущем планируем, что, возможно, некоторые планировки будут уже мебелированы. Мебелированы? Мебель из кухни, да. Я хочу пожелать вашему проекту успехов. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, экономично развивающаяся территория, округ, где формируется новая городская среда для жизни, вымываются производственные зоны, идут новые транспортные магистрали, метро, развязки, хорды. Округ превращается в очень комфортный, новый жилой квартал с хорошими домами для жизни, именно для жизни. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь и обязательно ставьте лайки. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!